Сегодня глава региона Алексей Русских работает в Москве. Аппаратное совещание губернатор провел в режиме видеоконференц-связи. 19 апреля в Ульяновске побывал председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. В ходе рабочего визита обсудили планы по наращиванию производств ульяновских авиационных предприятий и поддержку трудовых коллективов. Президентовали проект реконструкции перона мест стоянок взлетно-посадочной полосы аэропорта Боротаевки. Данный проект особо актуален в связи с возросшим пассажиропотоком, что также отметили и наши гости. Договорились о содействии Росавиации в реализации проекта благоустройства Музея гражданской авиации. 24 и 25 апреля делегация Ульяновской области работала в Республике Узбекистан на выставке и на пром. В делегацию нашего региона вошли около 30 бизнесменов и представителей успешных ульяновских предприятий. Начался визит с встречи с чрезвычайным и полномоченным послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым, с которым, собственно, обсудили возможности достаточно широкого спектра сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной, социальной, культурной сферах между Ульяновской областью и Узбекистаном. Но затрагивались, например, такие вопросы, как обмен учащимися нашего региона и Узбекистана, потому что многие наши вузы дают уникальные образовательные программы, которые сегодня востребованы. В Ульяновской области четвертый год продолжают успешно реализовывать национальный проект образования. Эту неделю в области посвятили данному направлению. В этом году на реализацию нацпроекта выделен миллиард 158 миллионов с небольшим средством. Это позволит нам выполнить все те показатели, которые мы запланировали на 2023 год. Самые яркие, назову, это 38 точек роста, это открытие IT-куба, школьного кванториума, это 401 учреждение получит цифровую образовательную среду, обновленную. В Ульяновской области прошел форум «С места в карьеру». В нем приняли участие 1700 выпускников учебных заведений. В регионе реализуют долгосрочную программу содействия занятости молодежи. Прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. В нем приняло участие около 4000 ульяновцев, в том числе 2500 до 35 лет. Можно сказать, что три основных показателя, которые у нас в программе заявлены, один из них мы уверенно опережаем и лидируем по его выполнению. Это доля несовершеннолетних граждан, которые участвуют во временном трудоустройстве. Конечно, задача в долгосрочной программе более глобальная и связана с тем, чтобы мы активно увлекали молодежи в трудовую занятость. Обсудили ситуацию с пожарами в Ульяновской области. С 3 апреля в регионе произошло более 300 пожаров. 30 нарушителей привлекли к административной ответственности. МЧС напоминает, что в пожароопасный сезон запрещено разводить открытый огонь на улице. Из хороших новостей – изменения в сфере дорожного движения. На проспекте Нариманово с 5 апреля начала работать так называемая «зеленая волна». 16 светофоров уже дают возможность ульяновцам проехать на личном транспорте с севера в центр, не останавливаясь. 1 мая в Ульяновске откроют парковый сезон. Сейчас в парках убирают мусор, обрабатывают территории от клещей. В день открытия во всех парках пройдут концерты и презентации. Валентина Никонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.